Нет, просто говорить, ну что уже, терять нечего, надо биться, быть друг за друга, быть все очень дружно, как видите, все поддерживали другу, подбадривались хамейкой, все ребята были как единый флаг, в принципе, это было всю игру, КМОш не хватило удачи, не хватило из денег, небольшая потеря концентрации на пару минут до этого против Греков достаточно. А в защите какая-то новая была схема, такое было ощущение, что иногда игроки сами тоже немножко путаются в задачах своих, были такие ошибки, что-то новое, как бы не успели еще освоить? Нет, схемы все те же, попытались выключить по улице из игры, обозначили, все это новая команда, от нее очень много строится, и получилось вроде как первые полторы четверти, потом он забил две трехи, как раз туда сократился отрыв, они догнали нас. Ну, трудно все-таки, он человек супер классный, трудно все 40 минут держать ее, как бы, вообще в нуле, поэтому, ну и другие, как бы, помогли, там, безусловно, не очень сильная команда, каждый индивидуальный силенок, поэтому мы пытались играть быстро, агрессивно, у нас получалось, были перехваты, и довольно-таки убегали неплохо, ну, как видите, мощь силенок не хватило, не знаю, опытности не хватило. В начале второй половины показалось, что греки стали, ну, прям, вот, на новый уровень, вывели свою защиту, там, и заслонцы были, там, сокрушительные кроссы с локтями, было много таких эпизодов, это как-то, ну, сбило, не знаю, потому что, показалось, что немножко не готовы оказались в такой жесткости. Нет, мы были сразу готовы к такой жесткости, не знаю, ну, не повезло, да, они стали играть и грести, но, в принципе, были готовы, там, пару шестков дали пару полов на падение, они забили как раз вот два-трехочковых и 7-13 очков, а 13 против греков, это уже очень тяжеловато. Не давит осознание того, что сейчас под заказ нужно три игры выигрывать? Что терять нечего, мне кажется, надо просто всем расслабиться, да, потому что там очень много молодых игроков, как в первой Европе, в большинстве, два, просто, не знаю, как бы пытаться отключиться, выключить мандраж, потому что, да, три игры, надо все три выигрывать, уже терять нечего, надо просто играть в свое удовольствие, я думаю, нам все по силам, если будем-то играть так же, как в первой Европе. Второй Челленд, нам все выключил. Говоря о молодых игроках, Кулагин с Валиевым сегодня вышли в старте, как тебе показалось, они со своими задачами справились? Ну, я не знаю, трудно мне следить, как бы, каждый игрок у нас, да, и Валиев, и Кулагин, они выше, они были споспособны, где мы, как раз, вот, и Кулагин, выключен, страну лица, довольно-таки очень удачный игрок, но практически не было видно, что Валиев сделал свои действия в защите, там, играл на катах, то, что он умеет, там, на подборе. Я думаю, довольно-таки успешно вышли, как и за это были результаты, потому что первые четки были впереди, и, ну, можно сказать, даже контролировали. Сереж, ты являетесь на защите, понравилась твоя игра, все-таки пришлось, достаточно тяжело, наверное, да, непривычно? Ну, а, такая задача. Трудно судить, понравилось, не понравилось, ну, я старался в каждом моменте, да, получил пять фолов, не знаю, выкладывался, там, были агрейские, не спорю, там, пропускал, и все-таки другой уровень, там, игроки другого класса. В принципе, все смотрелись очень довольно-таки уверенно, ну, как бы, на фоне греков довольно-таки успешно, и семь очков – это не такая уж и большая разница, поэтому, не знаю, надо выкладываться. Может, мы слишком рано повели просто у Греции, или что, есть такой момент, что испугались, может быть, особенно, когда Дима Хвостов забил трех в конце первой четверти? Вряд ли, вряд ли испугались, просто, может, силенок, ну, не то, что силенок, а просто, не знаю, не хватило опыта, наверное, потому, что греки, каждый человек, не знаю, там уже, который год играет в Евролиге, и чемпион Евролиги некоторый, не то, что некоторые, а полкоманды. Поэтому люди уже играют на этом уровне очень-очень долгое время, и там, нервы у них просто сумасшедшие, да, им только почувствовать игру и все, это очень трудно восстановить.